Мир застыл в ожидании новой войны и идут интенсивные дипломатические консультации, но похоже для ряда стран вопрос уже решен. Они будут наносить удар. Вопрос какой? Ограничены или это будет широкомасштабная война? Я думаю, что этот выбор сейчас и стоит перед руководством этих государств. Сирийская сторона пригласила депутатов российских, в частности, председателя комитета по информационной политике, в гости к себе сейчас для того, чтобы депутаты, члены комитета по информационной политике увидели в реальности, что происходит. Насколько искажена эта реальность в мировых средствах массовой информации? Насколько точно отражается эта реальность в СМИ? Сейчас мы будем думать над этим, поскольку это вопрос дипломатический и непростой. Мы будем, конечно, согласовывать такую возможность с внешнеполитическими ведомствами, со своими коллегами, с руководством Государственной Думы. Я считаю, что если представится такая возможность, если все возможности совпадут, то такая поездка была бы полезной. Потому что то, что мы видим в средствах массовой информации на Западе, это, понятно, одна точка зрения, она чётко тиражируется, одни и те же подходы, одни и те же видео. Здесь всё чётко. Решение принято, мы не хотим слышать никаких возражений, никаких descending views, ничего. Мы видим вот так ситуацию. Во всём виновата сирийская сторона. Мы должны адаптироваться к этой ситуации, то есть понимать, насколько эта ситуация важна. Что касается интернета, конечно, это новое средство. Я имею в виду развитых сетей, там, быстрой загрузки, быстрой передачи видео. Это новые, открываются возможности. Может быть, конечно, и социальные сети выступают как коллективные организаторы. Ну, просто раньше такими организаторами были газеты, там, радио, возможно, да. Сейчас в большей степени это, там, интернет, хотя, в общем, и традиционные источники тоже. С точки зрения военной, то это тоже война, в том числе информационных технологий, то есть высокоточного оружия и ситуации, о которых там нам поведал, так сказать, товарищ, который проживал немножко в Шереметьевском аэропорту. Да, то есть он рассказал немножко, как и что делается, про то, что спецслужбы имеют гейты, свои шлюзы в социальных сетях, да, у них есть программы по скачиванию материалов. Более того, последняя информация показывает, что спецслужбы финансируют сети. Я не хочу никого в этом смысле считать это там, ругать. Это просто жизнь, да, потому что это понятно, что такое высокотехнологичное оружие и как оно соотносится с географическими продуктами, там, одного интернет-ресурса. Я бы так сказал. Но это абсолютно совмещаемые вещи. Никакое высокотехнологичное оружие не может работать без географических продуктов. Существуют программы, которые позволяют определять любой голос, с какого телефона вы бы не позвонили. Понимаете, да? Все думают, что вот я вот сейчас этот телефон брошу, возьму симку, позвоню с другого. Ничего подобного. Голос, он оригинален и перехватывается в любой точке. Если вы пользуетесь телефоном, и однажды ваш голос был выложен, все, вы уже в системе, как бы вы не меняли там мобильный, не звонили там с каких-то телефонов там кривых, да, у вас единственный в этом случае выход, я имею в виду для тех, кто борется с противоположной стороной, да, не хочет, чтобы его координаты были известны, да, единственный выход, это там пользоваться чужим голосом. Все это будет отрабатываться, к сожалению, к большому, и отрабатывается на наших глазах. Мы, конечно, внимательно наблюдаем и считаем, что Россия в данном случае, так сказать, должна делать определенные выводы из этого, да. Фактически идёт одна за другой военные операции на Ближнем Востоке, и куда шар этот катится, там, по нашему пониманию, он катится к нашему Кавказу и потом, там, к Средней Азии, вот, потому что, там, если далее, следующая остановка Иран, а это уже рядом, там, Азербайджан, ну, и всё, там, дальше уже понятно, да. И Средняя Азия, там, отдельно. Поэтому мы должны быть крайне внимательны и крайне, как бы, так сказать, крайне серьёзно на всё реагировать.